29-й том Творение Святых Отцов Творение блаженного Феодорита, епископа Кирского Толкование на пророков Осию, 8 глава, 13 стих Кассета 2, страница 286 В жертвоприношениях мне Они приносят мясо и едят его Господу неугодны они Ни не он вспомнит нечестие их И накажет их за грехи их Они возвратятся в Египет Не без намерения прибавлено, едят мясо Потому что было у них в обычае Их жертв на всесожжение назначаемых Приносить на алтарь почки, перепонки, печени и тук А грудь и правое плечо отделять жрецам Прочие же части жертв употребляли сами по произволению Поэтому это и сказал пророк Они приносят мясо и едят его Бог не имеет нужды в жертвах, но требует душевного расположения Сказано, приняти Богу жертву хвалы Салом 49, 17 Ныне вспомнит Господь неправды их и отомстит за грехи их Подобно всему апостольское изречение Не знаете, что благость Божия ведет тебя на покаяние? Но по жестокосердии твоему нераскаянному сердцу Ты собираешь себе гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия Ибо каждому воздастся по делам его, Римлянам 24 И пошлю их в Египет Возвратятся туда Там искали себе помощи Туда бежали от постигших бедствий И в Ассирии Нечистые едят Но и против воли отведены будут страну ассирийскую И принуждены будут вести жизнь Незаконом предписанную Забыл Израиль создателя своего И устроил капище И Иуда построил много укрепленных городов Но я пошлю огонь на города его И пожрет чертоги его И научится по сожжению городов, как Иуда Возлагать упование не на стены, но на меня Так, Израиль, не демонам воздвигать требище, но совершать богослужение по закону Глава 9 оси Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы Ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего Любишь блудодейные дары на всех гумнах Тебе неприлично радоваться, подобно другим народам Тебе не прияли никакого учения от пророков А ты непрестанно пользуясь этими учениями Не приобрел от того никакой пользы Напротив того Начатки подаваемых тебе мною благ Приносил дар демонам Это-то он и выразил Господь Бог, сказав Возлюбил до восторга дары Блудодейные дары на всех гумнах Гумной это пила не будет питать их И надежный наградный сок обманет их Потому что лишу вас благ Обыкновенно мною подаваемых Не будут они жить на земле Господней Ефрем возвратится в Египет И в Ассирии будут есть нечистые Потому что проводили жизнь не как на земле посвященной Богу Жили же беззаконно Подражало египетскому образу жизни И в Ассирии будут есть нечистые Поскольку в земле обетованные возлюбили беззаконие То беззаконно будут жить в стране Ассирийской Не будут возливать Господу вина И неугодны ему будут жертвы их Вознеродели о служении Богу И притом прилагали великое попечение об удовах Они будут для них как хлеб похоронный Все, которые будут есть его, осквернятся Ибо хлеб их для души их А в дом Господень он не войдет Как хлеб предлагаемый плачущим И самих плачущих по причине их плача возбуждает скорбь И неприятен разделяющим с ними трапезу По причине участия их в плаче И принуждаем их вкусить беспокоит мысль Что вкусят с ним нечто оскверняющее Так жертвы их исполнены всякой мерзости Потому что приносимого не с искренним расположением Не приемлет праведный судья, как и жертву Каиновой Почему и взывает устами пророка Исаии Если принесете мне семидал напрасно кодила То есть благовоние, нерзость предо мной Исаия 1.13 И устами пророка Малахии Нет моей воли в вас И жертву не приму от рук ваших 1.10 Потом упоминает о скорбях, какие постигнут их во время плена Что будете делать в день торжества, в день праздника Господня Принужденные рабствовать и жить по иным законам Не будете иметь возможности совершать владычные праздники По законоположению Моисееву Потом извещают, что побегут в Египет Будут переходить то в тот, то в другой город И издержат серебро свое Напрасно принося дары царю египетскому Ибо вот они идут по причине опустошения Египет соберет их Немчис похоронит их То есть не пожрут никакого полезного плода И этим дает разуметь вредные последствия бегства в Египет Такой же смысл и изречение Вот я ждал винограда, а они произрастили керния Исаия 5.2 То есть не получил от него никакого полезного плода А напротив того собрал одни худые плоды Драгоценностью виши серебра завладеет крапива Политикерн будет в шатрах их Пришли дни посещения Пришли дни воздаяния Да узнает Израиль, что глуп прорицатель Безумен выдающий себя за вдохновенного По причине множества беззаконий твоих И великой враждебности Когда приемлишь плоды своего беззакония А время это близко Тогда уподобишься уже пророку, которого смущает И носит туда и сюда живущий в нем дух В такое же иступление ума придешь и ты И мистерство это произведет На себе множеством беззаконий твоих Ефрем, страж подли Бога моего Пророк, сеть птицевого на всех путях его Соблазн в доме Бога его Належит припомнить сказанные языки Ильи Ибо ему и зрел Бог Стражам поставил тебя дому Израилеву А здесь говорит всему народу Как бы неким стражам и пророкам Божиим Содел я тебя для соседних народов Что бедите промышление мое о тебе и житие твое согласное с законом И они приобрели о мне видение Но ты поступал совершенно напротив Стал для них сетью птицелова Злочестен своим увеличив в них усердие к идолам Ибо не только в других городах воздвиг ты Идолам алтари и капища Но и в посвященном мне храме поставил идольские кумиры Это-то и изрекает Бог Соблазн в доме Бога его Глубоко упали они Развратились в одни дивы С тех пор как стали уважать холмы И возлюбили приносимые там жертвы Нездравыми соделались их помыслы Но в скором времени понесут за это наказание Потом напоминает о добродетели отцов Возбуждая их тем к соревнованию Он вспомнит нечестие их Накажет их за грехи их Как виноград в пустыне я нашел в Израиле Как первую ягоду на смоковнице В первое время ее увидел я отцов ваших Но они пошли к Валфигору И предались постыдному И сами стали мерзкими Как те которых возлюбили Так и но Ежели в пустыне и вовсе лишенные растения Земле найдет кисть винограда И ранили смоку на смоковнице Срывает ее с великим удовольствием Так и я среди живущих злочестий Древних людей Усмотрел добродетель Авраама Приял ее Составил завет с ним И также с сыном его И с сыном сына его Но происшедшие от них Все менее поревновали их добродетели Имея в свежей памяти Мои благодеяния Освобождение Избавление от рабства Всякого рода казни Постигший Египет Необычайный переход через море И все прочее Чем наслаждались они Служению мне предпочли Служение Избалки гору И приобрели от этого Один стыд И через это Древле возлюбленные Сделались мерзостными У нефремлян Как птица улетит Слава чадородия Так скоро переселено было Чужую землю Потому что не славу добродетели любят Но самые великые славы Почитает многочадие Ни рождения Ни беременности Ни зачатия Не будет А хотя бы они И воспитали детей своих Отниму их Ибо горе им Когда удались От них Напрасно Величайки с многочадьем Нападет на вас Враг И соделает Лишенными Чад Потому что Лишились вы Моего о вас Промышления К этому Присовокупляет Ибо горе им Когда удалюсь От них Впрочем Не подвергайтесь Вовсе Конечной погибели Пока не Восприму От вас Плоти Этому Исиний Научает Нас Богомудрый Павел Говоря И не Ангелов Принимает Но От семени Авраама Приемлет Еще Аврааму Сказано Было И обетование Семени Его Не говорит И семени Но как о многих Но как об одном И семени Твоему То есть о Христе И в другом месте Отих же Христос По плоти Сущий Над всем Бог И множество Подобных Мест можно найти В Божественном Писании Поэтому Говорит Бог Поскольку Плоть Моя Которую Восприиму На себя Заимствуется От них То есть Не вовсе Оставлю их Пока Не восприиму Эту плоть И не изберу Послушных Моему призванию Это Зазывает И уставе Пророка Исаия Таким Обратится Ягода На Лозге И скажет Не погуби Его И во благословение Господне В нем Так Сотворю Служащего Мне Ради Не желают Погубить Его Ради Его Изведу Изиакова Семя Изи И И Наследят Гору Святую Мою Исайя 65 8 И Несколько Ниже Важа Оставивших Господа Придам Подмеч Так Так Предсказав Избиение Чад Показывает Справедливость Наказания Ибо Говорит Ефрем Как я видел Его До Тира Насажден На Прекрасной Местности Однако Ефрем Выведет Детей Своих Кубийцы Продолжает Приносить Их Жертву Идолам За Это Рожденных Уже Детей Придам Заколение А Мужей Жен Содел И Неплод Мне Это И Выразил Пророк Сказав Дай им Господи Что Ты Даш Им Дай Ему Тробы Нерождающие И Сухие Сосы Поскольку Худо Поступали С данными Им Чадами То Прекращу Беззаконие Бесчадием Потом Упомянула О Голгалах О Совершенном Там Нечести О Беззаконии Князей Пророк Присовокупил Все Зло Из Голгале Там Я Возненавидел Из Зло И Дила Из Из Гоню Из Дома Моего Не Буду Больше Любить Их Всех Низья Их Отступ Их Пораженные Фрем Иссох Корень Их Не Будут Приносить Они Плода А Если И Будут Рождать Я Умершли Возделены Плоды Тробы Их Отвернет Их Бог Мой Потому Что Они Не Послушались Его И Будут Скитальцами Между Народами Глава Десятая Осии Израиль Витвистый Виноград Умножает Для Себя Плод Многие Пророки Предавали Ему Это Наименование Так Исаев Зывает Виноград Господа Саваоф Адом Израилев 5-7 И прежде Ему Давид Сказал Виноград Из Египта Принес 79-9 И устами Иеремии Говорит Бог Я Насадил Тебя Виноградом Плодовитым Истинным Иеремии 21-21 И Господь Сказывает Евангелие Человек Веки Насадил Виноград И отдал Его Девателям И отошел Лука 29-9 Почему И здесь Называют Израиля Виноградом Благоложным И плод Его обильным Не по благочестии Другим Добродетелям Но по множеству Чад И это выразил Сказав По множеству Плодов Его Чем более Его плодов Тем более Умножают Жертвенники То есть Размножившись И сделавшись Многочисленными Стали повсюду Созидать Требящие Идолам Чем Лучше Земля У него Тем более Украшают Они Кумиры Возгордившись Моими Благами Возвигли Памятники Идолам Разделилось Сердце Их Зато И они Будут Наказаны Зато Они И будут Наказаны Потому Потому Что И к ним Не Хранили Усердия Нашествовали То одного То другого Идола А я И их Предам Убиение И рабству Идолов Обращу В ничто Потом Пророк Научает Их В каких Словах Надлежит Им Приносить Покаяние Он Разрушит Жертвенники Их Сокрушит Кумир Их Теперь Они Говорят Нет У нас Старя Ибо мы Не убоялись Господа А царь Что он Нам Сделает Никакой Помощи Не Погутили Мы От Царя И нам Должно Было Возложить Упование На Бога Всячески О нас Промышляющего А мы Понадеялись На Человека Который Не Говорит Правды Но Непрестанно Вымышляет Предлоги И заключает Договоры То с теми То с другими Но Понесете Наказание За это Беззаконие Говорит Бог Произрастет Суд Говорят Слова Пустые Как Турей Свободно Растет На Невозделанной Земле Которая Не Тревожит Заступ И не Разрывает Плуг Так Удобно И вас Постигнет Насланное Мною Наказание Говорят Слова Пустые Клянуться Ложно Заключает Союз Зато Явится Суд Над ними Как Яровитая Трава На Бороздах Поля За Кельца Беховена Вострепещут Жители Самарии Восплачет О нем Народ Его И жрецы Радовавшиеся О нем Будут Плакать О славе Его Потому что Она Отойдет От Него Постоянно Будут Перед Идолом Прося У него Помощи Не Только Не Получили От Этого Никакой Помощи Но Плачут И Светуют Виде Поверженность Бесчестия А Потому И Сам Отнесен Будет В Ассирию В Дар Царю И Ореву Увед Е Обесили Перелили Его Отнесли В Дар Царю Египетскому И Просили Царя Быть Им Помощником Но И Здесь Не Получили Никакой Помощи Постыжен Будет Ефрем И Посрамится Израиль От Замысла Своего Ефрем Сказано Примет Стыд Потому Что Неразумие И 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 Ему Сильной Водой Обратиться В Ничто Как Идольские Алтари Послуживших Злочести Израильтян Будут Разрушены До Основания И Места Требеж Зарастут Тернием После Этого Желаю Показать Великость Бедствий Присок Упил И Стреблены Будут Высоты Авена Грех Израиля Тернии Волсы Вырастут На Жертве Никаких И Скажут Они Горам Покройте Нас И Холмам Падите На Нас Так Велико Будет Бремя Зол При Нашествии Врагов Что Всяки Пожелают Лучше Быть Погребенным В Рассетшейся Земле Или Под Незапно Падшими Горами Нежели Претерпеть Эти Бедствия Потерпят За Их В Наказание За Неистовую Приверженность К Идолам Ибо С тех Пор Отступили Они От служения Мне Впрочем И там Не будет Их Более Больше Нежели В одни Дивы Грешистый Израиль Там Они Устояли Война В голову Не против Сынов Нечести Не постигла Их Двумя Неправдами Называет Бог Во-первых То Что Оставили Бога Во-вторых То Что Несущее Предпочли Сущему Ибо Это Дает Видеть И у Еремии Сказано Два Зат Отворил Народ Мой Меня Источник Воды Живой Оставили И Высохли Себе Водоемы Разбитые Которые Не могут Держать Воды Стих Одиннадцать Ефрем Обученные Телица Привычные К молодьбе И я Сам Возвожу Ермо На тучную Шею Его На Ефреме Будет Верхом Ездить Юда Будет Пахать Яков Будет Боронить Уподобился Енице Которая Не дается Налагающим На нее Ермо И усиливается Сбросить Себя То Однако Расмирю Горделиво Ее Шею Воссяду На него И научу Ходить Благочинно Не Предам Пока Юду Ассирианам Но Истреблюсь На Херимову Силу Потому Что Укрепите Себе Яков Юда Показывает Еще Себе Добродетель Якова Потому И пользуется Моим О нем Промышлением А Сим Дает Разумив Добродетель Езеки За Которые Весь Народ Пользовался Божьей Помощью После Этого Пророк Снова Обращается К увещанию И говорит Поскольку Юда Показывает Себе Отеческую Добродетель Преодолевает Врагов То И вы Сейте Себе Вправду И пожнете Милость Распахивайте У себя На вину Ибо Время Взыскать Господа Чтобы Он Как Придет Дождем Пролил На вас Правду Потому Что Для вас Самих А Не для Бога Посеиваемое Сеется И пожинаемое Возрастает Ибо Сперва Набежит Позаботиться О других Добродетелях А потом Смело Приступать К ведению Божественного К ведению Подобность Ему И сказано У Давида Предварим Лицо Его Во исповедание Салом 94 2 Пока Продолжается Его Долготерпение Покажем Себе Перемену На лучшее Чтобы Пожать Плод Правды Вы Во сделано Нечестие Пожинаете Беззаконие И едите Плод Лжи Потому что Надеялся На путь Твой На множество Ратников Твоих Впадся В нечестие Должно Было Вам Язвы Исцелить Врачествами Покаяния И не Умалчивать Но Исповедовать Что Сделано Вами Худово В живой Пищей Называет Сует Надежда Потому что Понадеявшись На многолюдство И на колесницы Израиль Не получил От того Никакой Пользы И Произойдет Слетение В народе Твоем И Все Твердыни Твои Будут Разрушены Как Салман Разрушил Бет Арбал В день Брами Мать Была Убита С детьми Вот Что Причинит Вам Вифиль За Крайнее Нечестие Ваше Иные Говорят Что Сказано Это Об Одном Князе Который В то Время Поступил Так И Пострадал За Это Но По Моему Мнению Изречение Это О Князе Мадиамском Которого Взял В плен И Умертвил Гедеон Потому что Божественное Писание Обвиняет Его В жестокости О нем Упоминает И блаженный Давид Говоря Зелаем Как Князья Морилу И Зилу Зиве И Салману Салом 82 12 Поэтому Пророк Говорит Как Салман Подвергся Конечной Гибели Потому что В день Брани Мать Убита Была С Детьми Глава 11 Осии На заре Погибнет Царь Израилев Когда Ожидали Что От Египтян Явится Им Помощь Как Утро Пребывающим Во Тне Тогда Отведены Были В плен Как Утро Когда Израиль Царь Израилев Погибнет Этим Пророк Давал Разуметь Внезапность Конечной Гибели Потому что Утренний Рассвет Продолжается Краткое Время А потом Восходящее Солнце Производит День Когда Израиль Был Юм Я Любил Его И Из Египта Вызвал Сына Моего По Неразумию Детскому Рассудку Терпят Они Это Наказание Говорит Бог Ибо Я Возвал Из Египта И Освободил От Тяжкого Рабства Они Став Неблагодарными Мне Предпочли Служение Идолам Они Три Называются Здесь Валимом Бесчинного Стремления Показывал Отеческое Сердоболие О народе Этом Употреблял Все способы Куврачевания Его И Неоднократно Избавлял От Всяких Разорений Какими Угрожали Нападающие На них Как бы Уже Никакими Привязан К ним Любовью По которой И до Ныне Еще Прилагаю Попечения О них И Делаю Им Эти Вразумление Поступая Подобно Тому Как Иной Ударяет Между тем Мне Достаточно Возреть Только Гнева На сей Народ Чтобы Вовсе Истребить Его Ибо Эту Мысль Выразил Бог Узами Человеческими Влек Я Их Узами Любви И Был Для Них Как Поднимающий Ермо С Челести Их И Ласково Подкладывал Пищи Им Не Возвратиться Он В Египет Но Ассур Он Будет Царем Его Потому Что Они Не Захотели Обратиться Ко Мне Не Избежит Владычества Ассирийского Хотя И тысячу Раз Будет Спасаться Бегством В Египет Причина Бедствия Ее В Следующем Ибо Не Захотели Они Обратиться Ко Мне Поэтому При Всем Многолюдстве При Всем Вооружении Не Окажет Никакого Мужества Но пожнет Плоды Худых Совещаний И Будет Вдали От Земли Своей Потому Что Все Драгоценности Придам Противникам И Непрестанно Буду Смирять Его Устрашив Этими Бедствиями Снова Изрекает Слова Человеколюбия Самым Разнообразием Беседы Богоустроя Их Пользу Как Поступлю С Тобой Ефрем Как Придам Тебя Израиль Как Поступить Мне С Тобой Ефрем Готов Защищать Тебя Но Не Дозволяет Мне Злощестивые Твои Дела Поступлю Ли С Тобой Как Садам Сделали Тебе Что Силаим Повернулось Во мне Сердце Мое Возгорелась Вся Жалость Моя Города Эти Сожжены Были Вместе С Содом И Гаморрой Но Едва Произнесший О них Приговор Отменяет Определение По Человеколюбию Не Сделаю По Ярости Гнева Моего Не Истереблю Ефрема Бог Уподобляется Отцу И матери Которые Естественно Приходят Смущение Не Могут Долго Отвращаться От Детей Изрекает За это Не потому Что Иногда Хочет Чего Притворяет Слово Своё И в Гневное И в Человеколюбивое И в Грозное И в Милостивое Один Устрашает Другим Привлекая К себе Это Человеколюбие Его Воспевает И блаженный Давид Как Щедрит Отец Сыны Ущедрил Господь Боящихся Его И устан Исай Говорит Сам Бог Забудет Ли Жена Грудное Дитя Своё Чтобы Не Помиловать Рождение Чрева Своё Если Забудет И Жена То Я Не Забуду Тебя Говорит Святый Исай 49 15 Поэтому Здесь Говорит Поворнулось Во мне Сердце Мое Возгорелась Вся Жалость Моя Не Сделай По ярости Днела Моего Не Истреблю Ефрема Ибо Я Бог А Не Человек Среди Тебя Святый Я Не Войду В Город Не Человеку Подобно Гнило Весь Я Говорит Бог И Не Могу Долго Помнить Зла Потому Что Я Бог Святой И В Окружающем Тебя Видимый И Превыше Всего Земного Не Принужденный Обитать Как Виде На Одном Месте Но Повсюду Сущий И Ко Вся Кому Близкий Посему Пользуясь Стольким Человеколюбием Продолжает Пророк Свет Господа Пойдут Они Как Лев Он Даст Глаз Свой И Даст Глаз Свой И Стрепенутся К Нему Сыны Запада Ходите Непрестанно Ему Последую Исполняя Все Повеленное Как Рыкающий Лев Приводит Страх Приблизившихся И Услышавших Рыканий Его Животных Так Если Бог Хочет Отомстить За Вас Страх Обымет Противников Как Рыб Которые Не Могут Снести Малого Шума Но В 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 Божие Будут Сокрушены След Господа Пойдут Они Стрепелиться Из Египта Как Птицы И В В В Сирийской Как Голуби И Вселив В Домых Говорит Господь Как Другие Птицы Преимущественно Голуби Способны Летать И На Крыльях Далеко Переноситься Удобно В В В В В В Гнезда Свои Так И Вас Одних Из Египта Других Из Ассирии Со Всем Удобством Возвратит И Соделает Что Снова Поселитесь На Родной Земле А Этим Означает Возвращение Бывшее Призарававеле Ибо Когда Одни По указу Персидского Кира Возвратились Из Вавилона И Вновь Застраили Иерусалим Тогда И Живущие В Египте Смело Стали Возвращаться Окружив Меня Ефрем Ложью И Дом Израиля С Лукасом И Удодержался Ищи Бога И Верен Был Со Святыми Такого Промышления Удостаиваю Я Их Говорит Бог Они Живо Сдают Мне Противное Служение Мне Предпочитаю Ложное Нечестивое Служение Впрочем Хотя И Таковы Буду Удостаивать Вас Своего Попечения И Сделаю Что Наречетесь Народом Посвященным Богу Всяческих Глава 12 Осие Ефрем Посет Ветер И Гоняется За Восточным Ветром И Объясняю Что Называет Зноем Присовокупляет Каждый День Нажает Ложь И Разорение Заключает Они Союз С С Суром И В Египет Отвозится Елей Злым Духом Неменует Лукавое Произволение А Под Старанием Озное Разумеет Труд Не только Бесплодный Но и Вредный Когда Я Говорит Бог Так Был К ним Расположен Они Живя Порочно Поставили На холмах Множество Идолов Ибо Их Назвал Пщетными Исусами Потому Что Подобно Зною Портят Все Их Плоды А Сверх Того Сами Себя Лишив Моего Они Попечения То Домогались Быть Под Покровительством Царя Сирийского То Просили Помощи У Египетян Это Называет Бог Продажей Елея Потому Что Не Торговлю Осуждает Но Дает Разуметь Одно Из Двух Или Что Приносили Елей Как Некий Дар Царю Египетскому Или Что Принося Золото Домогались У него Милости Умоляя Быть Их Помощником Но И Се Удали У Господа Суд И Он Посетит Яков По Путям Его Воздаст Ему По Делам Его Но Поскольку Так Они Поступили То Произведу Суд Обличу Беззаконие Иуды Произнесу У него Правдивый Приговор Что Не Поревновал Добродетели Предков Но Оскорбил Правца Злочестием Потом Поставляет На Вид Дела Патриарха Якова Сравнением С Отеческой Добродетели Яснее Обличая Их Беззаконие И Все В отчлеве Матери Запинал Он Брата Своего А Возмужав Боролся С Богом Он Боролся С Ангелом И Превозмог То есть Яков В самое Время Рождения Держась Запятую Брата Произошел На Свет Предуказуя Тем Каков Он Будет И Как При помощи Доброго Обмана Приобретет Себе Благословение Первородства А по Прошествии Времени Достигнув Мужеского Возраста Столько Отличился Подвигами Добродетеля Что Привлек Себе Божье О нем Промышление Однажды Убоявшись Присутствия Исаула И Вослав Молитву Богу Не Просто Получил От него Помощь Но Вступил Как Казалось В борьбу С Явившимся Ему Носи Одержав Над ним Победу Здесь Один и то же Названный Богом И Ангелом Потому что Блаженный Моисей Потребил То и Другое Наименование Ибо Господь Наш Иисус Христос И И И Богом Крепким И Ангелом Великого Совета 9.6 Плакал И Умолял Его В Веселе Он Нашел Нас И Там Говорил С Нами Другие Толковники Акила Симах И Феодатион Представили это Сказанным Об Якове Плакал И Умолял Его И Обрел Его Веселе Потому что Яков Спасает Бег Само Зло Мышлением Брата И Отправившись К Дяде Лавану Веселе Сподобился Божественного Откровения И Приял Божие Обетование Сказанное Ему Было Не бойся Яков Вот я С тобою И Яков Слезами Как вероятно Произнес Те Слова Если Даст мне Господь Хлеб Есть И Одежду Одеться И Возвратить Меня С миром Будет Господь И Не Богом И Камень Сей Который Поставил Быть Мне Домом Божиим И От Всего Что Даш Десятину Отделю Для Тебя А Возвращаясь Когда Был На Том Месте Песнослов Благодетеля Изрек Жезлом Этим Перешел Я И Ордан А Килл И Сим Показывая Что В Эфире Где Ныне Находится Идол Анов И И И И И Семьдесят Тем Самым Что От Числа Единственное Переходит К Можественному Научает Нас Разуметь Это Место Так Тратис Вас За Такую Его Веру Стодобился Моего Аним Попечения А Вы Пошли Противоположным Путем И Вознамерившись Принести Изискали Моей Помощи С Этой Прид Идолом Анов А Я После Такого Поругания Надо Мною Являлся Вам И В Тех Местах Где Призывали Меня Давал Ответы И Это Ясно Показывает Пророк Амос Который Все Своё Пророчество Изрёк В Вифиле Где Был Идол Анов Ему И Вифильский Жрец Амасия Говорил Отойди Не приложу Прорисать Ибо Священие Царя Есть Амос 7 12 А Я А Господь Есть Бог Саваов Сущий Иегова Имя Его Обратите Ты К Богу Твоему Наблюдай Милость И суд И уповай На Бога Твоего Всегда Имея Такого Владыку Который Державствует Над всеми Всегда Храни Незабвенное О Нем Памят Держись Правды Будь Человеколюбим К Близнему И постоянно Следуй Божьим Повелениям Так Приближаясь К Богу Будешь Иметь В Нем Готового Заступника Ханамиянин Неверными Весами В руке Любит Обижать И Ефрем Говорит Однако Я Разбогател Накопил Себе Имущество Хотя Во всех Моих Трудах Не найдут Ничего Незаконного Что Было Бы Грехом Хананом Называет Порок Ефрема Так И блаженному Изеки Или Повеленно Было Сказать Иерусалиму Корень Твой И Бытие Твое От Земли Ханаанс Иерусалим 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 Употреблял Притчи Но ты справедливо Несешь это Наказание Потому что Приняв от пророков И предречения Об этом Не убоялся И захотел Переменить Своих мыслей Хотя Предсказания Эти выражены Были не словами Только Но и делами Ибо Таковы были Предречения Богомудрого Осии По Божьей Повелению Взял он то же не ублужение, то любодействие, представляя в себе образ Бога всяческих и обличая беззаконие народа А сверх этого Бог дает этим разуметь, что различные употребляют откровения, показывая не естество свое, оно невидимо Но сообразует созерцаемое в потребности, потому что не всем являлся одинаково, но иначе Даниилу, иначе Захиилу, иным образом Исаии, иным Нихею И прежде этого различными являлся Моисею и Аврааму Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны В Галгалах заколали жертвы кельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля А вы, наслаждаясь от меня этими благами, в Галгале и Галгалах В Галааде и Галгалах, в городах, наполненных идолами, вместе с князьями вашими приносите жертвы демонам Хотя не они, а я вам благодетельствую Ибо если бы из Галаада, то есть от идолов, приняли бы какое благо, то было бы еще место обману Но поскольку моим, услаждаясь моими дарами, идолам приносите жертвы в Галааде и Галгалах То делайте сами провозвестниками своей неблагодарности Жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля Жертвенники принадлежат к числу земноводных Желы Но пребывая в водах, нередко избегает из рук у ловцов, а вышедший на землю удобно уловляется Так говорит Бог, подобно желви У вас устроенные демоном алтари будут взяты и раскопаны врагами Потом снова напоминает Бога добродетеля праотца Убежал Яков на поля сирийские И служил Израиле за жену и за жену стерег овец Через пророка вывел Господь Израиля из Египта И через пророка он охранял его Ваш пророкец, внес советом матери, решился оставить отеческий дом Чужую землю предпочел родной ради жены, чтобы взять за себя не хананьянку Но из рода Сина возлюбив рабство более свободы И сохранил закон, поставленный от женитьбе отцами Поэтому и потомство его пользовалось Божиим о нем промышлением Потому что род его принужденный быть в рабстве у египтян Сподобил Бог освобождение через великого пророка Моисея И когда пребывал он в пустыне, сохранил его невредимым, потребив служение того же пророка Сильно раздражил Ефрем Господа И зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него А Ефрем, ведя род от патриарха, возбуждает меня на гнев, потому что живет во всяком беззаконии Но он пожмет рукояти посеянного им Подвергнувшись наказанием соразмерно тому, что сделано им Глава 13 оси От меня приял оправдание законы, по которым надлежало вести жизнь Ефрем вместо них возлюбил беззаконие идолов, от которых вместо жизни приобрел смерть Но с каждым, можно сказать, днем Будет увеличивать нечестие потомки его из золота и серебра, делая изваяния разных животных И служа рукотворенным идолам Ибо с таким им иступлением придадутся этому, что по множеству жертв не будет доставать жертвенных животных И осмелятся говорить И ныне прибавили они ко греху и сделали для себя литых истуканов из серебра своего по понятию своему Полную работа художников И говорят они приносящим жертву людям Целуйте тельцов Зато они будут как утренний туман, как роса скоро исчезающая, как мекина, свиваемая из гумна И как дым из трубы Как пара царанчи За такое нечестие, говорит Бог В ничто обращу их нашествием врагов Как восходящее солнце удобно иссушает утреннюю росу И скоро рассевеет появляющееся в то время облако И как сильный ветер без труда уничтожает прах на гумне А пар, носящийся в воздухе, истребляет туча саранчи Так и вас остребит туча враговая, обитаемую иными вами землю, обратит в пустыню Но я, Господь, Бог твой от земли египетской И ты не должен знать другого Бога, кроме меня И нет спасителя, кроме меня То есть я не только создавший небо и землю, но и даровавший им продолжительное существование Приел из бытия и все небесное воинство, видимое и невидимое Горные силы и умная природа И множество звезд с великими светилами, солнцем и луною Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей Ибо по освобождению и избавлению твоем из Египта, давая тебе закон Повелел я не знать тебе никакого иного Бога, кроме меня И сказал, не сотвори себе никакого подобия, что на небе вверху, что на земле внизу И что в водах ниже земли Не только же освободил я тебя от горького египетского рабства Но я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей И пажики, они были сыты А когда насыщались, то превозносилось сердце их И потому они забывали меня То есть подавал тебе соответствующие потребности Манну с неба, перепелок с моря, воду из камня Потому что их в пустыне, живя, не имели бы недостатка в необходимом Подобно этому говорил о них и божественном Моисею Ел Яков, насытился и отвергся возлюбленный Утолстел, расширился, разжирел и оставил Господа, сотворившего его Но не оставлю его, говорит Бог, ненаказанным И я буду для них, как лев, как скинен, буду подстерегать при дороге Воставлю на него зверонравных врагов Которые поступят с ним подобно пантерии и рыси И поскольку Бог, как всем управляющие, сам насылает врагов То себя уподобляет пантерии и рыси Присовокупляет же и следующее Буду нападать на них, как лишенные детей медведицы И раздирать вместилище сердца их И поедать их там, как львица Полевые звери будут терзать их Как медведица, стесненная, не имеющая возможности бежать С великим мистерством бросается на приближающихся Так им враги не дадут никакой пощады Но покажут на них свой жестокий и лютый нрав Поступлю же так с ними и на тот конец Чтобы отверстие заключенное их сердце Которое не хочет открыться Но пребывает жестоким и непреклонным И привести в сокрушение сознания долга Одно и то же выразило различное Чтобы множеством страшных изображений Поразить и устрашить недугающих бесчувственностью Потом пророк оплакивает, укоряет их И напоминает им прежнее неразумие Погубил ты себя из рая Либо только во мне опора твоя Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя Спасает тебя во всех городах твоих Где судьи твои, о которых говорил ты? Дай нам царя и начальников Кто достойным образом оплатит Твое распление, Израиль Остался ты без всякой помощи Хотя ты под властью царя И живешь под его управлением Потому что, презрев мое правление, говорит Бог Возжелал ты иметь царем человека И я дал тебе царя во гневе моем И отнял в негодовании моем Прогневавшись на безрассудное прошение Давай тебе, Сауда Наводясь снова незлопамятностью и долготерпением Поставил вместо него Давида Ибо таков смысл слов Дай тебе во гневе моем И отнял в негодовании моем То есть, водился я долготерпением Связано выжил беззаконие Ефрема Сбережен его грех Это подобно сказанному Исаии Горе, привлекающим грехи Как вервями колесничными 5.18 То же говорит и здесь в оси А именно, что Ефрем Согромождает и умножает Непрестанно неправды Водясь лукавым советом Это означает слова Сокрыт грех его То есть, в глубине его лукавства Но окружу его, говорит Бог Такими бедствиями Что будет мучиться Подобно рождающей жене Потом как бы вопрошает Израиля Муки родились и постигнут его Он сын неразумный Иначе не стоял бы долго В положении рождающих детей Его предпочел к Манасии И ему отостал выше старца Но за эту честь Впадет он в бесчестье Он сын неразумный Иначе не стоял бы долго В положении рождающихся детей Потому что не состояние будет Помочь соседям На которых нападут враги Возвестив же печальное Бог снова обращает речь К обетованию радостного От власти ада Я искуплю их От смерти избавлю их Потом повелевает воспеть Победную песню над смертью Смерть, где твое жало Ад, где твоя победа Раскаяние в том Не будет у меня Прообразовательно совершилось Это превозвращение Иудеев Потому что пребывание в плену В переносном смысле Называет пророк адом И смертью Но совершенно истинно Пришло это в исполнение По воскресенье нашего спасителя Ибо воскресенье С воскресеньем нашего начатка Все мы приняли надежду воскресения Это можно найти В пророчестве языки Ида Потому что и там Оживотворение костей Означает возвращение Израиля Который потеряв благие надежды Говорил умерли мы Стали сухими костями 37.11 И общее воскресенье всех людей Совершившиеся эти идеи Было прообразованием Попечительности Бога Всяческих о всех людях Хотя Ефрем плодовит Между братьями Но придет восточный ветер Поднимется ветер Господень из пустыни И иссохнет родник его И иссякнет источник его Он опустошит сокровищницу Всех драгоценных сосудов Но это утешение Благою надежды И ожиданием воскресенья Кажется до времени сокрыто было И от находившихся в плену иудеев И от всех людей Потому что и иудеи Став невольниками Разлученные со своими родными И принужденные раболепствовать раздельно Кому кто достался Не имели никакой надежды на возвращение И все люди, видя, как смерть пожинает Весь род человеческий То брата разлучает с братом То отца лишает чад Вовсе отрицали воскресенье Однако, говорит Бог Сказано истинно Хотя в настоящее время Неизвестно многим Через это дает разумеет Персидского царя Кира Который ополчился И сокрушил Ассирийское или Вавилонское царство И среди весь царский род Отнял способы к самоуправству Их-то в переносном смысле Называет Бог источниками и жилами Ассим угодно было ему показать Как сокрушит и того Что в переносном смысле Назван Адом и Смертью Но это совершится впоследствии А ныне же Глава 14 Осии Опустошена будет Самария Потому что восстала против Бога своего Отражившись поступать Вопреки Божьей воле Будет она источена войной И жители ее увидят Грудных младенцев Разбиваемых о землю И носящих во чреве Умерщвляемых Вместе с плодом их чрева Но чтобы не испытать Этого самым делом Младенцы и будут разбиты Беременные и будут рассечены Обратись и дай Господу Богу твоему Ибо ты упал от нечестия твоего Потому что много времени Провел ты в беззаконии Потом пророк научает их Какие слова надлежит произносить Умивостивляющим Бога Ибо говорит Возьмите с собой молитвенные слова И обратитесь к Господу Говорите Ему Отними всякое беззаконие И приеми во благо И мы принесем жертву уст наших Ибо принося молитву эту Богу Не приимите воздаяние за неправду Насладитесь всеми благами Умоляя за спасителя и благодетеля Присоокупите к словам этим и следующее Не будем более возлагать упования Ни на кого из людей Ни на сирия, ни на египет Ни на множество коней и рукотворенных идолов Не станем признавать Богами Как скоро скажешь Это всегда пребывающий с тобой Господь Помилует сироту То есть тебя Подумно сироте оставленного без призора И попечения Сподобит всякого промышления И исцеление подам тебе, говорит Бог Избавляю от облежащих зол Искренно возлюблю тебя Положу конец всякому наложенному Тебя наказанию Как некую росу Буду подавать тебе дары мои Чтобы просветы Подобно Лилии Ибо это выразил Сказав И шестой Я буду росой для Израиля Он расцветет как лилия И пустит корни свои Как ливан Божественное Писание Многократно упоминает об этом цвете Так Исайя взывает Довеселиться пустыней Доцветет Как лилия 35.1 И в песне песней Жених говорит о невесте Как лилия Сперни Так сестра моя Посреди дочерей 2.9 И Господь в священном Евангелии Сказал Посмотрите на лилии Истинно говорю вам Что и Соломон Восвесть в славе своей Не одевался Как каждая из них Из всего этого Дознаем Что в свете этом Кроме благоухания Восхваляется Его белизна С ним сравнивается Душа Очистившаяся От греховной скверны И облеченная В светлую ризу Крещение О которой Взывает Исаия Да возрадуется Душа моя Господи Облёг мне В ризу спасения И одежду веселья 61.10 Этому-то Свету Светку Лилию Подобную Говорит пророк Просветёт Израиль Познавший Бога И расширится И пустит Корни свои Как ливан Разумеет же Горы Увенчанные Кедрами Потом даёт Видеть И будущую Многочисленность Народа Расширятся Ветви Его И будет Красота Его Как маслины И богухания От него Как от ливана Указывает Причину Благ Возвратятся Сидевшие Под тени Его Будут Изобивовать Хлебом И расцветут Как виноградная Лоза Славны Будут Как вино Ливанское Ибо Отрекшись От идольской Прелести И возложил Упование На мою Попечительность В обилии Примет Всякого Рода Блага И подобно Благовонному Вину Производимому Наливанию Будут Благоухать Добродетелью И тем Приобретут Добрую О себе Славу Что Мне Ещё За дело До идолов Скажет Ефрем Поэтому Дознав Какое Приобретение Благочестия Беги Ефрем От идольской Прелести На это Конец Уразумляя Смелив Я тебя И водя С Человека Ливи Садел И Сильным И Будут До Лебя Приня На него Буду Как Зеленеющий Кипарис От Меня Будут Тебе Плоды И Соберёшь У Меня Плоды Ибо Кипарис Растение Всегда Зелёное Негниющее Покрытое Тернистыми Иглами А этим Выражает Бог Следующее Сподобив Тебя Всякого Тебе Промышления Соблюдым Негрязвимым Как бы Некими Иглами Изляй Нападающих На Тебя Так Оканчивая Заключение Полезное Для всех Читающих Кто Мудр Чтобы Разуметь Это Кто Разуме Чтобы Познать Это Ибо Правы Пути Господни И Праведники Ходят По ним А Беззаконные Падут На них Так Заключил Песнопение Своей Божественной Давид И Сислив Божьей Благодеяни В 106 Солме Кто Премудрый Сохранит Сие И Уразумеет Милости Господни И Воподлинно Нужны Мудрость И Благоразумие Как Для Познания И Уразумения Словес Божиих Так Для Их Исполнения И Соблюдения Невозможно И Уразуметь Их Неприявшим Озарение От Духа Божия И Сохранить Непользующимся Помощью Свыше Оказывающие Великую В великой Мере Любовь к Богу И Пользующиеся Его Помощью И Тут Путями Правами И Именуются Праведными А Живущие В Злочестии И Идущие Путем Противоположным Приемлет Воздаяние За Своё Нечестие Бог Всяческий Который Всем Человекам Хочет Спасения И Прийти В Разум Истины Годарует И Нам Принадлежать К части Благочестивых А Незлочестивых Чтобы Жительство По Его Божественным Законам Прославлять Нам Его По слову Священного Апостола И Телом И Духом Ибо Ему Подобавят Всякая Слава Честь И Поклонение С Единородным Его Сыном И Святым Духом Ныне И Всегда И Во Веки Веков Аминь Толкование На Пророка Иоиля Содержание Божественный Пророк Иоиля Не указал Нам Ясно Времени Когда Он Пророчествовал Но Сам И Предречения Дал Видеть Что Было Это Тогда Как Чудный Оси Подобился Прозрение В Будущее Ибо Иоиль Предсказывает То же Самое Аминь Нашествие Сириян И Вавилонян От Ведения В плены Рабства Израильтян И возвращения Из плена Предсказывает Же События По Возвращению Стремление На Иерусалим Со Всем Воинством Гога А Это Народ Скифки И Конечные Гибели Этих Врагов Постигшую Их По Божьей Изволению Но Пророк Писал Купил Предречение О Дарах Какие Повод Человечие Неспасители Нашего Всесвятым Духом Преподаны Людям Таким Образом Из предсказаний Об Ассирианах И Вавилонянах Дознали Мы Время Пророчества И Как Таково Главное Содержание Пророчества То Остается Скажем Так С Богом Приступить К Подробному Истолкованию Глава Первая Яиля Слово Господне Которое Было Киаилю Сыну Вафуила Поскольку Как вероятно Многие Имели Тоже Название То Пророк Писал Купил Имя Отца Научая Что Произносимы Им Слование По Рождению Человеческих Помыслов На что Вдохновенный Господом Всяческих И Провидит И Предсказывает Он Будущее Слушайте Это Старцы И Внимайте Все Жители Земли Сей Бывало Ли Такое Водни Ваши Или Водни Отцов Ваших Вы Говорит Пророк Живший Долгое Время Приобретшая Как вероятно Во многом Опытность Неоднократно Слышавшие Повествуемые Отцами И Дедами Когда Вы Слышите Слова Пророчества Сего Рассудите Сами Себе Бывало Ли Что Подобное Прежде Или При Вас Или При Отцах Ваших И Все Обитающие В земле Обетованные Сотчанием Внимайте Тому Что Будет Сказано Потом Присовокупляет Дознав Опытом Не Предавайтесь Его Забвения Но Передавайте Сказания О всем Незнающим Детям И Им Накажите Сообщить Сие Детям Своим Пусть Последующее За ними Поколение От них Займет Повествование Об этом Подобно Сему Говорит Блаженный Давид Да Познает Род Иной Сыновья Народившиеся Восстанут И Расскажут То Сыновьям Своим Солом 77 6 Показывает Причину Тому Да Положит На Бога Упование Своё Посему Исказанного Явствует Что Одна Благодать Божественного Духа Вдохновляла Святых Пророков Так Старцев И всех Прочих Возбудив К слушанию Изрекаемого Пророк Изображает За этим Все Множество Бедствий И Говорит Сперва Нападут Гусеницы И неповрежденные Ими Ребят Пруги А что Спасется От них Поедят Мошка А напоследок Нападут Иные Насекомые Ела Саранча Оставшись От саранчи Ели Черви Оставшись От червей Доели Жуки И не разумели Сие сказано В переносном Смысле О царе Сирийском И вавилонском Гусенице Именуя Сегласила Сара Саранчой Салманасара Червями Назвал Синахерима А Жуками Навуходом Осара Который Ополчившись Напоследок В стане Сопустошил Всю Иудею И избежавших Смерти Отвел Пленниками А я Хотя И это Признаю Справедливым Однако Думаю Что пророчество Понимаемое И буквально Исполнилось Действительно Потому что И Блаженный Амос Упоминает О пугах И червях Синодин О рождении И златниц О смоковницах Маслинах И виноградниках Поврежденных Гусеницами Сверх этого О засухе И без дожди Ибо говорит Что часть Едина Надождит И часть На которую Не на дождей И сохнет А всем же Ясно Упомянула Божественная Иеремия Посему Сказанное Принимать Должно Не в переносном Только смысле Когда Священные Пророки Согласно Показали нам Что предреченно Исполнилось И исторически Чтобы в точности Дознать Израильтянов Что в наказании За беззаконие И злочести Предаются они Врагам На них Нападающим Справедливо Подвергаемы Были И наказанием Испосываемым С неба Вразумляемое Этим Что тем И другим Наказывает И забытый Ими Бог Посему Предрекшись Скорбное Пророк Предлагает Увещание И совет Пробудите Пробудитесь Пьяницы И плачьте И рыдайте Все пьющее Вино О виноградном Соке Ибо Ибо Он Отнят От Уст Ваших Невоздержность И неумеренность А наслаждение Говорит Пророк Замите Плачевную Песнью Потому что Худо Не то Если пьешь Вино Но вредно То Если пьешь Неумеренно Сказал же От вина Своего Подразумевает Пророк И другое Упование Назвав Сим Решительную Преклонность К худому И беззаконие Всякого Вида А вам Говорит Пророк Надлежит Плакать И рыдать Потому что Вы вовсе Лишены Будете Того Что может Доставлять Веселье Потом Описывает Что сделают Пруди И лесари Сирийские Потому что Подразумевает То и другое И говорит Ибо Пришел На землю Мою Народ Сильный И бесчисленный Зубы У него Зубы Львинные И челюсти У него Как у Львицы Бесчисленной И отличающейся Крепостью И силой Земли За своей Называют Землю Израилю Потому что Израиля Называют Своим Народом Одно И то же Выразил Различно Желаю Устрашить Множество Выменований Ибо Одного И того Называют Львом И львице Если же Кому угодно Разуметь Под этим Разное Нечто То не повредит Это Смыслу Потому что И за Одними Пругами Саранчоя Следуют Другие Мелкие Как бы Некие Львята И враги Вместе Своистинными И доблестными Приводят И менее Сильных Описывает Пророк Что будет От них Указуя На поврежденные Виноградники На побелевшие Лозы На оставшиеся Безлищи Смоковницы Что обыкновенно Бывает От нападения Саранчи А что Сказует Об этом Не как О бывшем Но как О будущем Свидетельствует О том Продолжение Речи Его У пророка Сказано Рыдай Как молодая Жена Припоясавшись В репище Об мужей Юности Своей Не сказал Пророк Плакал Но Восплачься Показывая Что по испытанию Бедствий Придадутся Светованию Проливая Слезы Как бывает С невестой Которая В юном Еще Возрасте И видит Жениха Своего Умершим Прекратилось Хлебное Приношение И возлеяние В доме Господнем Плачут Священники Служители Господни Божественное Писание Свойственно О будущем Говорит Как о прошедшем И не только От перевода Слов С одного Языка На другого Происходит Это Но употребляется И для усиления Речи Это Столько Истинно Говорят Пророки Что видим Это Как Совершившееся И Пересказываем О том Как О бывшем И о том Что По предречению Пророка Должно Совершиться Именно Опять Как О прошедшем Повелевает Он Плакать Жрецам Потому Что Оскудили Жертвенники И возлияние По недостатку Необходимого Оскудила И земля По неурожаю Плодов Земных Студе Говорит Остались И земледельцы Много Трудившиеся Над Возделыванием Земли Но Не собравшие Никаких Плодов Это Как Видим Бывает И ныне Ибо При неплоде И земли Студе Обыкновенно Бывают Земледельцы Не доставляя Обычных плодов Землевладельцам И по недостатку Необходимого Будут И принуждены Жить Подаянием Представляя Же Бедствия В обширнейшем Виде Чтобы Не дугающих Бесчувственностью Возбудить В покаянии Тророк Повелевает Плакать И самым Селом Потому Что Оскудили Чмени Пшеница Засохли Виноградники Одним словом Маслины Смоковницы И другие Плодовитые Дерева Не дают Никакого Плода Так как Не осталось В них Никакой Влаги Должно Же Знать Что Пророк Повелевает Плакать Земле И селам Не потому Что они Разумны Напротив Того Старается Он Посредством Недушевленного Возбудить Одаренных Разумом Показывая Это И присовокупил Он Засохла Виноградная Лоза И Спаковница Завяла Гранатовое Дерево Пальма И Яблонь Все Дерева В поле Заспосохли Потому И веселье У сынов Человеческих Исчезло Причина Этого Не плоди Беззакония Людей По Причине Того Прекратилось Веселье И Вселилось Уныние Поэтому Говорит Пророк И вы Жрецы Приимите На себя Плачевные Виты Не только Прижертвенники Рыдайте Но и Готовясь Ко сну Постилайте Под себя Врекище Ибо Таков Недостаток Необходим Что Не приносятся И обычные Жертвы Назначьте Пост Объявите Торжественное Собрание Созовите Старцев И все Жители Страны Сей в дом Господа Бога Вашего И Взывайте Господу А собравшись Воскликните И говоря О Какой День И Богин Господень Близо Так От Пустошения Всемогущего Придет Он И Сказанного Ясно Научаемся Что Пост Есть Предохранительное Врачевство Для Болезную Сих Душою И Может Уврачевать Греховные Страсти Почему Пророк С Постом Соединил Цельбу А Святитель Говорит Пост Назначе Собрание Освятитель Употребил Вместо Отделите Отделите Говорит Себе На это Себя Свято И Чисто Проходите Пост Постя Взывайте О Какой День То есть Увы Мне По причине Ожидаемого Дня Бедствия Не Перед Нашими Ли Глазами Отнимается Пища От дома Бога Нашего Веселия И Радость Увидите Непрерывное Безствие Одно Другому Присовокупляемое Ибо Сие Выразил Пророк Словами Беда От Беды И Слеп Слепи 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 потому что давно не принимали в себя пшеницы. Разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Точила разваленный, как излишний, и все прочее, что только было предназначено для таковых потреб. Как излишний, оставлено в небрежении, потому что нечего было туда положить. И стадоволов мучат, издавая жалобный голос, потому что не получают обычной пищи. А одно словами делают из стада овец. Но когда будет это, я, говорит пророк, к тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. От тебя только можно надеяться прекращение облежащих бедствий. А под огнем разумеют, может, врагов, подобно огню опустошивших всю страну. А также могут быть разумены и саранча, и черви, и жуки, и другие бедствия того же рода, потому что ими не менее, как и врагами, истребляются земные плоды. Красными же пустыни, же злачными пастбищами. Пророк называет места прежде прекрасные, но теперь запустевшие от постивших бед. Ибо несколько ниже, говорит, два-три, перед ним пожирает огонь, и за ним палит пламя, перед ним земля, как сад эдемский, а позади его будет опустошенная степень, и никому не будет спасения от него. Но когда мы недостойны, говорит пророк, сподобиться твоего человеколюбия, да не лишаться какой-либо пощады, мычащие и блеющие животные. Даже и животные на поле взывают к себе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбище пустыни. Глава вторая, я или, ну и после молитвы, принесенной пророком, Бог повелевает снова по предписанному в законе, вострубить трубами на сегодня, и через правозвестников собрать всех на посвященные Богу гору, потому что приближается время наказания, которое, не погрешая, может иной назвать днем мглы, тьмы, облака и бури, потому что во время это будут такие бедки, что никто не ощутит света, но всякий будет представлять, что живет во тьме и мгле. Потом пророк говорит и о самом роде наказания. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный, сильный, какого ни бывало от века и после того не будет, в роды родов. Подразумевает же в этих словах то и другое, и саранчу, и тучу врагов, потому что те и другие множеством покрыли равнины и верхи гор. Поэтому и о том, что не было другого подобного нашествия, выразился неопределенно, а о том, что не будет, сказал с некоторой определенностью, и не будет того. Показывает так же, что бедствия придут, как огонь, и все расцвлят. Столько вреда нанесут земле, что взирающий на страну сию, пока не испытала она бедствий, уподобят ее раю сладости, а по нашествии опустошенному и вовсе ни к чему негодному полю. Его преданы будут такой конечной гибели, что и предавшиеся бегству не найдут себе никакого спасения. Перед ним пожирает огонь, а позади будет опустошенная степень, и никому не будет спасения от него. Этим дает разуметь нападение врагов. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. Разумея это, об ассирианах и вавилонянах, будем понимать значение не уподобления, но усиления речи, как сказано блаженным Давидом, как благ, то есть весьма благ Бог Израилев, и как возлюблено, крайне возлюбленное селение Твоя, Господи, сил, и как возвеличился, то есть весьма возвеличились дела Твои, Господи. Так и здесь, принимая сказанное о врагах, слова, вид конский будет разуметь так, что много будет у них коней и всадников, что придут они со множеством колесниц, а у возниц найдется столько искусства, что управят на самой вершине гор, и в местах неудобных станут разъезжать, как на равнинах. Принимая рассказанное это о саранче, слова, вид конский их, будем разуметь, взяв себя для этого себе в наставники опыт, ибо если кто внимательно рассмотрит голову саранчи, то найдет ее весьма похожей на голову конскую. Можно же видеть и то, что саранча, когда летит, в быстроте ничем не уступает коням, удобно перелетают горы и равнины, нападая на Нилы, подобно пламени пожирает солому. Летит ли, ползет ли, уподобляется воинству, ведущему в боевом порядке, потому что все, что не делает саранча, делает соединенными силами, представляя из себя как бы сомкнутый воинский строй. При виде его затрепещут народы, и у всех лица побледнеют. Такое бедствие приведут людей, что лица их сделаются подобные горнцу, почерневшему от огня. И пагуба эта произойдет от голода и от недостатка. Как борцы бегут, они как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогой и избивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своей стезей и падает на копья, но остаются невредимыми. Это разумеет, будем подобно сказанному выше, прилагая к врагам и к саранче. Ибо можно видеть, что и саранча, подобно врагам, входит на стены, если и пойдет каким путем. Ничто не принудит ее рассеяться, но как бы с каким-то единодушием совершает свое вершествие. Саранча имеет у себя естественное оружие, зубы, крылья, пивообразные члены, а враги оружие, приданное естеству и искусством. Но те и другие, говорит, порожок непрестанно будет иметь в готовности свои оружия, потому что воюющие в ожесточенных бронях имеют обычай вкушать пищу и сон с оружием в руках, ожидая нашествия приближающихся врагов. Поэтому сказанное падает на копья, означает, что и отдыху предавать все будут, не оставляя оружия. А это и не умрут, означает, что не насытятся поражением врагов, как и саранча не знает сытости с пищи. Потом пророк присовокупляет, что высота стен не будет достаточным препятствием их вторжению. Напротив того, удобно перейдут через ограды, бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. И неоднократно видали мы, что делается это не врагами только, но и саранчою, которая не влетает только, но и вползая по стенам, окнами входит в домы. Впереди не потрясется земля, покореблется небо, солнце и луна, помрачатся и звезды, потеряет свой свет. И Господь даст глаз свой с предвоинством своим, ибо весьма многочислено полчища его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Это было вероятно и на самом деле. Голосом пророк называет гром, затмение же и солнца, и луны, и нам случалось видеть неоднократно. И звезды иногда, от какой-то мглы, могут делаться весьма неясными, и колеблющаяся земля дает чувствовать Божий гнев. Но можно разуметь это иначе, потому что подвергшиеся бедствием пребывают как бы в некой тьме, не чувствуют в каком состоянии неба, не предполагают, чтобы земля была неподвижна, чтобы при свете был день, и при соразмерном некоем мерцании была ночь. Но все кажется им совершенно превратным. К этому присовокупляет пророк. Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Ни одно Божье слово не останется без исполнения на деле, как скоро изрекает, что Бог немедленно приходит это в исполнение. Бог всяческих, говорит пророк, нашлет на вас такие бедствия, что в целой вселенной сделаются они неизвестными. Ибо днем великим и светом назвал слух о постигших бедствиях, распространяющихся у всех людей. Бедствием же, какие посылает Бог, никто из людей не может противостать. После таких страшных угроз, пророк обращается к увещанию и совету, говоря от лица Божия. Обратитесь ко мне, говорит Господь в посте, плаче и рыдании, не разделяя его между удовольствиями и молитвой, но пребывая в посте и слезах. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратите их к Господу Богу вашему, ибо он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. То есть водитесь полностью несокрушенными, уменьшите непокорное сердце, примите полезные советы и оставив путь порочный. Неумедленно вступите на путь, ведущий к Богу, потому что у него обильные источники щедрот и милости по долготерпению. И по долготерпению умеет он и не приводить угроз в исполнение. Ибо сие выразил пророк, сказав раскаивающийся о злобах, то есть устрашает угрозами наказаний, но с переменами людей в лучшем состоянии сам переменяет грозное на благоприятное. Бог всяческих не таков, чтобы совещать ему иногда то, а иногда другое. Подобно нам раскаивается в том, что сделано им напротив того. И угрожая Бога том милости, который подает раскаивающимся, в чем согрешили, и обещая благо, знает и добрых, и тех, которые недостойны его даров. И первым подает те, а последним дает противные тому, что обитовал. И обетование не угроза обращает в пользу людям, чтобы, убоявшись напоследок, последних и возделев первых, возлюбили жизнь благочестивую. Потом пророк с некоторым колебанием обещает Божие благоволение и этим устрашает нечувствительных. Кто знает, не сжалится ли он и не оставит ли благословения, слебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вероятно, говорит пророк, что оставив угрозы неисполненными, Бог дарует нам обычное обилие благ, почему будет совершаемо обычное служение при алтаре. Ибо благословением назвал вам подаяние благ. В этой-то надежде продолжает пророк. Востребите трубой нахионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Для поста и благоугождения Богу, собрав весь народ, чтобы вся церковь усердно внимала покаяния. Жившие доли других да предшествуют, да предстанет и всякий возраст, не исключая грудных младенцев. И недавно приявшие на себя брачные иго, оставив брачные торжества, со всем народом да прольют слезы покаяния. Собор же иереев при вратах храма и при жертвенниках. При жертвенникам, которые близо этих врат сету и молясь, да он востевляет Бога всячески их и доззывает. Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господней, и говорят, пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? Здесь ясно показал пророк, что моление это совершаемо было по причине хинохериного нашествия, когда царь Иезекия просил великого пророка Исаию принести Богу молитву за народ. Из последующих же слов видно, что и земные плоды были повреждены вследствие неспосненных от Бога казни, потому что владыка, приняв покаяние, обещает дать им и пшеницу, и вино, и елей, и дать величайшую щедростью, ибо пророк присовокупляет, и ответит Господь и скажет народу Своему, вот, я пошлю вам хлеб, и вино, и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. Даяние, соответствующее прошению, поскольку молившиеся говорили, не отдай достояние твоего на позор, да не скажут народа, где Бог их, то Бог дал ответ, согласный с этим прошением. Не допущу, чтобы вы послужили посмешищем для соседей, но покажу промышление мое о вас, чтобы из совершившегося с вами и соседи ваши дознали крепость Бога вашего. И пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полщище в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоний и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Север называет Бога Сириян, которых сперва не допустил до Иерусалима, множество поразив рукой ангела, а потом садила в добычу и вавилонян. И вавилон также предал персам, поэтому морями называют воинство. Первым это воинство вавилонское, которое наразорено столице Неневе, а последним персидское, потому что персы под предводительством Киры взяли вавилон, весьма многих предали смерти, а прочих сделали рабами. Гнилости же и смрадом назвал зловоние от них по смерти, потому что и это последовало, когда тела, что бывает во время войны, брошены были непогребенными. Когда же совершено будет это мною, продолжает Бог, не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. И что подробного писания не подвисит сверх меры слова, скажу, что и скотам повелевает так же дерзать, потому что и дожди будут, как обычно, появится и трава, и корм будет, сытость, и виноградные лозы, и смоковницы, и другие плодовитые дерева будут обременены всякого рода плодами. Очевидно, что к земле и к скотам обращает речь Бог не потому, что они разумны, но отовсюду заимствуя, что служило бы вытешение от печаленных. Поэтому, немедленно оставив неодушевленные земли и роды бессловесных, обращается к природе разумной. И вы, чадо сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет ниспосылать вам дождь. Дождь ранний и поздний, как прежде. Потому что подаст вам все нужное на потребу, и дождь даст во время ранний и поздний. Такое же будет изобилие плодов, что на гумнах не достанет места колосьям, и наполнится гумна хлебом, и переполнится подточили виноградным соком и елеем, ясно показывая, что не вражеское, только претерпели нашествие, но наказаны были и саранчой, и другими тяжкими карами, немедленно присовокупляет. И воздам вам за те гоны, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас. Гусеницу назвал силой своей великой не потому, что в ней имеет великую силу, призирает на землю, и она трясется, прикасается горам и дымятся, запрещающий море и сушающий его, Наум 1.4. И столько мощный, что может совершить еще тысячи больших дел. Но по ерику велик был вред, причиненный людям гусеницей, то наименовал ее силою великою. И до сытости будете есть и насыщать и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. Ибо это главное из благ, не до пресыщения наслаждаться благами, но песнословить подателя благ. А тем, которые столько признательны и помнят Божие благодеяния, обещает Бог, что не посрамятся люди его вовеки. Если же ныне иудеи в посрамлении, то не солгал в обетованиях не лживый Бог. Но иудеи сами соделали себя недостойными обетований, став неблагодарными благодетелю. Домовладыку назвав Вильзевулом, убив наследника, и не только не воздав во время плодов, но покусившись похитить и наследствие. Марка 12,7 И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. Из самого опыта вы знаете, что прилагаю о вас попечение, соизволяю обитать с вами я. Кому небо престол, земля подножие. Узнаете же бессилие ваших видолов, узнайте, что я единый Бог, и могу как наказать прегрешающих, так и помиловать кающихся. Оставаясь же при сих помыслах, будете жить в совершенной небоязненности, не подвергаясь более укоризнен язычников. Так предвозвести, что последует по возвращении, а именно избавлении из рабства, богоданную свободу, благорастворение воздуха, обилие плодов, избавление от заблуждения, предвлекший также и свет боговедения. Господь возвещает и о тех многообразных дарах Божьего Духа, которые по вочеловечении, спасительном страдании, воскресении и восшествии на небо, единородного, Бог всяческих преподал священным апостолам и через них всему веровавшим в целой вселенной. И будет после того и заливать Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабово-нарабынские дни и залью от Духа Моего. Явно и во всей точности пришло это в исполнение в день Пятидесятницы, когда божественные апостолы заговорили на иных языках, как Дух давал им провещевать, а потом через них благодать уделяема была всем верующим к числу которых принадлежали пророки в Антиохии и Агаф, взявший пояс Павлов. И Коринфине, которым пишет Павел, что все пророчествуете, когда войдет кто к вам не знающий или не верующий, то обличаемый всеми, и эстезуется от всех, падет низ, поклонится Богу, говоря, истинно с вами Бог. И четыре дочери Силипы приняли дарование пророчества. Что же должно сказать о божественном Павле, который в меликий эстезским пресвятерам сказал, «Знаешь, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки и щадящие стадо, из вас самих восстанут мужи, говорящие превратно». А Пешак Тимофеев взывает, что в последние 11 времена тяжкие люди будут самолюбивы, «Сребролюбивы» и прочее. И еще, «Дужа ястинно говорится в последние дни отступить некоторые от веры, внимая духам обольстителям» и так далее. Но излишнее дело покушать и доказывать истинный дар от пророчества, потому что и до нас сохранился дар сей. И есть мужи во святых, имеющие чистое око ума, которые многое будущее, многое, и предузнают, и предрекают. Так сказал о дарах, преподанных Божественным Духом по первому пришествию Спасителя нашего. «Подрекает Бог и то, что будет перед вторым пришествием. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный». Это предразвестил и Господь в Священном Евангелии, либо говорит «Будут знамения на небе, солнце, луне и в звездах». Лука 21.25. Днем же великим просвещенным. Пророк называет второе пришествие Спасителя нашего, потому что в первое пришествие он родился от бедной жены в вертепе, по рождению положен в яслях, и пока не начал творить чудеса, многим был неизвестен. «Когда же увидит его грядущим на облаках, тьмы тем будут предшествовать ему, и тысячи тысяч песнословить его, и поклонится перед ним всякое колено небесных и земных и преисподних». И пророк справедливый день сей нарек просвещенным. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Кстати, повторить здесь апостольское то изречение, как призывать, в кого не уверовали, как веровать, если не услышали, и как слышать без проповедующего. Посему пророк справедливо присовокупил, как в горе Сионе и в Иерусалиме будет спасаемый, так говорит Господь. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Здесь изобразил нам священных апостолов, которые поставлены были благовествовать и возвещать. Приблизилось Царство Небесное. Говорит же пророк, что в горе Сионе и в Иерусалиме будет спасаемый, означая с ним, что всякий верующего распятого и восприявшего там за нас страдания улучшит спасение. По предречении духовных даров пророк обратился к пророчеству другого содержания и предсказывает о Гоге и Магоге, о которых предвозвещал и божественный Иезекииль. Предсказывает же, что Гог и Магог по возвращении иудеев из плена с многочисленной ратью ополчаться на Иерусалим, вероятно побуждаемые к тому окрестными народами. Поскольку иудеи по возвращении своим сделались весьма славны и замениты, потому что обладавшие тогда Вселенную, а это был Кир, первый царь Персидский, отпустил их с дарами со всякой честью и велел создать храм Божий, что соседние народы одержимой зависти собрали отовсюду несметные полчища, надеясь взять город со всеми жителями. Но обманулись в надежде и потерпели конечную гибель у самого города, потому что поборал за него Бог всяческих и садял, что сами они истребили друг друга, сие предвозвещая, владыка устами божественного, и о Иле говорит. Глава 3. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, показывая же, в какое именно время добавляет, возвращу плен Иуды и Иерусалима, не во время духовных дарований, но вскоре по возвращении из Вавилона, «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». Глава 3. Их 2. Книга пророка Иоиля. «Соберу все народы, то есть попущу собратья и не воспрепятствую первому их устремлению, это выражает словом «соберу», потому что не против воли привел их, но не воспрепятствовал, когда вознамерились идти. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отраковицу за вино и пили. Из этого ястоит, что по следам народов сопредельных шли и другие. Они-то во время пленения Иудейской земли, так как никого на ней не было, никто не владел ей и не возделывал ее. Делили между собой и при разделении бросали жребий. Иудеи же, избегших пленок, продавали данную за них цену и держали на распутство и роскошь. Бог говорит, буду судиться народам моим, показывая, что подвергнет наказание за беззаконные поступки с иудеями. После всего обвиняет Тир и галереи на племенников. Это была страна, принадлежащая Тиру же. Что и он по злопамятности поступил так же с народом Божиим. И что сделано народу, относится так к себе. Бог изрек. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистинские, хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваше. Как загоним их Савлом, апостолов с неба, сказал ему, Савл, Савл, что ты гонишь меня собственными своими страданиями, называя то, что замышлял он против апостолов. Так здесь, обращая речь к Тиру, на себя приял Бог лицо народа и к себе отнес, что сделано с ним. Угрожает же им весьма скорым воздаянием, воздаянием праведным за беззаконные поступки с народом. Потом излагает самые виды неправды, ибо говорит, «Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваше. Иудеи же, избежавших нашествие вавилонян, продали сынам еленским, имея одну цель — удалить их от земли моей, мной данной им. Но собрал их отовсюду, устроя, что снова воспримут они силу свою, чтобы по правде отомстить вам, сокрушить ваше высокомерие, сделать вас невольниками и принудить рабствовать на последних пределах вселенной». Акира снова обращает Бог в пророчество к народам скифским и повелевает проповедовать в народах стих 9 «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся серотоборцы, поскольку святой устраняет себя от вещей нечистых». То есть все на что-либо отделяемое называет «все освящаемым». Так и выше сказал «осветите пост», то есть «отделите». И у Исаия Велоняна говорит «освященные, и я поведу их» 13-3. То есть на это отделены они. Потом повелевали земледельческие орудия переделать воинские и немощному, как сильному, уготавляться на брань и кроткому переменившись, стать готовым на дела доблестные, собрать это же всем на долину Иосафатову. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». То есть народы, обитающие около Иерусалима, Идумеев, Аманитян, Моавитян, Амаликитян, Филистимлян, Кирян, Сиданян, потому что они собрали против Иерусалима и народы скифские. Потом он сказательно, выставляя на позор их истребление, называет «избиение». «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела, идите, спуститесь». «Ибо точила полной подточили, переливается, потому что злоба их велика». «Обымание винограда, сбор, копья мечи, которыми умершли, он называет серпами, наполненную кровью долину, точил им подточили, сказав же причину наказания, что умножилось злоба их. Потом изображает смятение во время избиения. Толпу, толпу в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Порок номиновал долину Иосифатову, так как на ней будет суд, и произнесется о них определение, сказав же, что солнце, луна и прочие звезды лишатся света. И вероятно будет это действительно, когда Бог всячески подвигнет на них всю тварь. Впрочем, можно разуметь это и иначе, потому что для оставивших жизни и преданных смерти ни солнца, ни луна, ни одна из звезд не издают лучей света. И постигнутые неожиданными бедствиями пребывает во тьме и день почитая за ночь. И возгромит Господь с Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. А этим дает видеть, что это действительно будет. Глазом же называет гром, ибо находим, что так назван гром и в книгах царств сказано «Дал Господь глаз и дождь». Первое царство, 12-18. Поэтому показывает, что будет и громами поражать их, и приводить в смятение землетрясениями, и в конец истребит небесными карами. Соделает же это Господь всячески по милосердию к народу своему, чтобы он, как говорит Бог, воспользовавшись этим о нем промышлением, узнал, что я, Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим в святыне, и не будут уже иноплеменники проходить через него. После этих событий Иерусалим будет славен, как пользующийся моим о нем попечением. Нападет страх на всех иноплеменных, так что и путник иноплеменный не пройдет через него, боясь того же, что было с теми народами. Ибо это и выразил словами, иноплеменник не будут проходить через него. Но Божьим предречением прийти в исполнение не попускает совершенное ими беззаконие, потому что Бог всячески при законоположении, при обетовании благ, изрекает своло свое с ограничением. Если сохранить заповеди Господа Бога твоего, второзаконие 8.6, и еще, если ходить будете в путях его, 28.9, и если хотите, послушайтесь меня, благое земли будете вкусашать, а если не захотите, и послушайтесь меня, меч пожрет вас, Исаии 1.19. А потому, если и не везде находим подобные ограничения, однако же и сказано неопределенно, понимаем таким же образом. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла юдейские наполнятся водой, а из дома Господня выйдет источник, и будет напаять долину сетим. Этим означают земные плоды и хорошее состояние скота, потому что и молоко есть плод стад. Наименовав водные источники, а источником, исходящим из дома Господнем, благодать Святого Духа, о которой и выше предвозвестил, что напоила она не и иудеев, только, но и все народы. Египет сделается пустыней, и Эдом будет пустой степью, за то, что они притесняли сынов и иудяных, и проливали невинную кровь в земле их. То есть угаснет неистовая привязанность к идолам, потому что Египет начало вождь нечестия, и думея в поле погибели, то есть утратит силу и земное мудрование, потому что и дом толкуется черный и земляной. Но сказанное понимать можно в историческом смысле, как Египет погиб с уничтожением царства, потому что конец египетскому царству положил Камбис, сын Киров. Так и Эдомея подверглась опустошению, о чем свидетельствует самое дело. Подпали же они этому, подсказанному, в наказание за неправды причиненные иудеи, потому что кровью праведную пророк назвал кровь неповинную, как бы так говоря, без всякой благовидной вины и отважились они на избиение иудеев. А Иуда будет жить вечно и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе. Как правдивый, говорит Бог, не потерплю, чтобы обиженные оставались без попечения о них, напротив того накажу обидевших, а их удостоимо и его промышления являя присутствие свое в Сионе. Сказанное же «Вовек населится», разумеет, будем в смысле изложенным нами выше, потому что Богу, который правдивый ненавидит неправду, несправедливо было благие обетования исполнять для недостойных. Поэтому иудеи, неистово поступив против благодетеля, сами стали виновниками рассеяния своего, а мы вместо них, призванные быть невестою, будем в горячности любить возлюбившего и сподобившего нас великих даров жениха, чтобы не лишиться вечных обетований, которые, да улучшим все мы по благодати спасшего нас Христа. С ним слава Отцу со Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Толкование на пророка Амоса Содержание Создавший наедине сердца наши и разумевающие на все дела наши Псалом 32, 15 Как говорит Божественное Писание Зная жестокость и упорство сердца у израильтян не через одного только пророка беседует с ними, но употребляя в служении многих и чудных мужей и увещевая, предлагает и будущее предвозвещает согласие многих, показывая неложность предречений. Один из этих пророков и Божественный Амос. Ибо жил в одно время с чудными теми Осию и Аилем. И то же самое предвозвещал об ассирианах и вавилонянах о возвращении оттуда иудеев и о том, что будет по возвращении. Но сперва предложил несколько предвещаний о сопредельных народах, потом уже начал он пророчество об Израиле. А через это самое пророчество своим принес великую пользу иудеям. Ибо научил, что не их одних, но и все народы может миловать и вразумлять Господь истяческих. Как Творец и Создатель всех, сверхжитове дал видеть, сколько попечений прилагает о них Бог, наказывая покушающихся делать им обиды. Таково содержание прилежащего пророчества. Из подробного же толкования точнее дознаем смысл Божественных словес. Глава первая Амоса. Слово Амоса одного из пастухов Сикойских, которое он слышал в видении об Израиле во дни Озии царя иудейского и во дни Иеравама сына Иоасова царя израильского за два года перед землетрясением. Порок известил нас, что, происходя из Сикои, божественное откровение сподобился Кориаф и Ариме и что повеленно ему было произнести слова эти о Иерусалиме. Известя же о времени пророчества, ибо для этого сделано им упоминание о царях, об Озии царей иудином и об Иеравааме царе израильском. Но явно и то, что изрекает предречение не об одном Иерусалиме, но и о десяти коленах. Поэтому ты упомянул об Иеравааме, который в то время царствовал над десятью коленами. А поскольку каждый из них царствовал долгое время и Озия правил царством пятьдесят два года, а Иераваам сорок один год, то пророк не без причины значил год землетрясения и сказал, что было то через два года после пророчества, чтобы ясно дознали, когда изрек он народу сии божественные славеса. Но мы, не обратив тщательно внимания на время, предполагали, что землетрясение это было, когда великий Исаия по кончине Озии видел Господа, сидящий на престоле высоком превознесенном и края рифы наполняли храм. Но я, вошедшим исследования касательно времени нашел это ложным, ибо если землетрясение было по кончине Неозии, блаженный Жаамос положил начало своему пророчеству за два года до того, то это должен быть 50-й год царства Неозии, потому что царствовал 52 года. Но в этот год не было уже в живых Иерлаама, потому что Озия возведена на царство 4-й царств 15-1, 2-й параллель поминон 26-1, в 27-й год царства Неерлаама. Поэтому самое время делает заявным что предречение божественного Амоса изреченный в начале царствования Озии, потому что дарование пророчества прияван по сказанному им еще при жизни и царствования Иерлаама. Таким образом, показав время пророчества, пророк извещает о том, какое положено им начало пророчеству. И сказал он, Господь возгромит Сеона и даст глаз свой из Иерусалима и восплачет хижины пастухов и сохнет вершина Корнила. Поскольку пророк будет предвозвещать скорби соседственным народам, то необходимо извещает откуда произносится на них определение. От Иерусалима и от горы Сеона, говорит он, Бог всяческих возглагов, и изрек определение о наказании. Восплачут пастыри, потому что не найдут корма для посому химистат, и весь кормил до самой вершины лишится обилия плодов. Сие на самом деле исполнилось от бездождя, саранчи, гусениц и других казней, каким подверг их праведный судья. Впрочем, пророк означает сим и другое. Вершины кормила называют Израиля, потому что и кормил составляет часть земли обетованной. Сказано, ввел вас кормил, чтобы ели плоды его и благие. Иерусалима 2.7 И пастырями именуют пророк царей соблюденных народов и пажитями их подданных, не только потому, что как бы некую пажить составляли от себя царям налеги и дани, но и потому, что жили под их правлением. Поэтому пророк сказывает, что Бог от зары Сиона и от града Иерусалима и другие сопредельные народы по своему божественному определению ввергает в бедствия всякого рода. А потом подробно описывает преступления этих народов и показывает наложенные на них наказания. Так заверит Господь, за три преступления домашка и за четыре не пощежу его, потому, что они молотили железными молотилами. Бог отвращается, не взирает, по-видимому, на преступления человеческие. Почему дроженый Давид молится, говоря, отвратили все твои от грехов моих? Но когда наказывает Бог, тогда сам говорит, «И утвержу лицом мою на вас и возрю мне правды ваши?» Исекиили 15,7 «Поэтому не отвращусь, значит, не буду долей долготерпеливым и не отвращу лица моего от грехов ваших, но возрю имя то, на что прежде по долготерпению не обращал поведение Манзера». Словами же за три, за четыре пророк означает множество. Почему, говорит Бог, хотя Дамаск во многом многократно прегрешал, но я долгое время сносил это. Ныне же не буду более долготерпеливым и не отвращусь от того, чтобы видеть несказанные бедствия, особо же те, на которые отважились они жителями Далаада, поступив жестоко и зверски, так что пилили и имеющих в очревии женщин. Это яснее выразил Сима, сказав за то, что колесами железными стерли Галаад. Тот же смысл дали словам Сима Килы и Федотеон. Посему должны он, что сказали слышу женщин, повергнув на какое-то гумно, пилеобразными колесами подобно волосин, безжалости раздробляли на части. Галаад, против которого отважились на это жители Дамаска, был город израильский. Так, наказав на беззаконие, пророк присовокупляет слово о наказании. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он царь Винодада. Азаил был царь Дамаска. Винодада это мы призывали отцом Азаиловым. Дела одно имя на части, я отдельно понимаю слова сын и адер. Но это одно имя, потому что адер на еврейском и сирском языке называется варададом. И он не отец, а сын Азаила, как показывает четвертая книга царства 1324. Принем ты и потерпел гибель Дамаска. Почему и пророчество говорит и поезд, пошлю огонь на дом Азаила, пожрет он царь Винодада, с корнем исторгну царство Дамаское. И сокрушу затвер Дамаску истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр из дома Эденова. И пойдет народ арамейских плен скипет, говорит Господь. Положи конец прежней несокрушимости Дамаска. Сделай, что не только взята будет столица, но и все окрестные жители, переселившиеся из Харана и там обитающие живущие без идола, он будет пленниками совершенно разрушив знаменитое древе царства Сирское. Когда нарочит им пророк назвал знаменитое. Я житель Азаза, говорит Бог, три и четыре раза оказал им долготерпение, не потерплю более их беззаконий. Всего за боли возбуждают они негодование моё поступками своими с народом моим. Так, говорит Господь, за три преступления Газа и за четыре не пощажу её, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. Мы разумели это так, что в данное время Соломон жертвы Эдумеева заключил в Иудеи, а жители Газа, воюя с Иудеями, дали семьи Эдумеем свободу и возвратили их в Отечество. Но мне кажется, это далёким от истины, потому что от Соломона в настоящее пророчество было десять царей и протекло между тем много времени. Напротив того, думаю, что рассматриваемое место имеет такой смысл. Через темня неподлинности к коленам и Иудеям, часто ведя с ними войну, и собрали кого в плен, продавали не другим народам, но Эдумеем племени наиболее для иудеев враждебному и воинственному. Посему пророк пребывания в плену захватываемых иудеям наименовал пленением Соломоном, имея славного знаменитого царя, показывая славу и знаменитость народа. Поэтому Бог негодуя на сию жесткость, жестокость изгрожает предать огню, газу, ослевать другие солистинские города. В том же обвиняют и Кир, и усиливая обвинения присовокупил. Так говорит Господь, за три преступления Кира и за четыре не постижу, потому что они передавали всех пленных и дому и не вспоминали братского союза. Поскольку Соломон и Киран царь Кирские оказывали друг друг брат на расположение, и один на построение божественного храма доставлял кедровые дерева, а другой платил за сию пшеницу. Но Кириане забыли и сию привязан и в том же погрешали против Израиля, в чем жители Газа. Так Бог справедливый на них произносит свой приговор. А Блибин сказал три-четыре раза, даже многократно оказав свое долготерпение, не потерплили боли, а саблевые виды мистерства против брата, когда они захотели привести себя на мессинг естественных ужасов, считая, что вместе одной заключались они утроби. Но продолжают выказывать братодействен свой нрав, да согрожают, что их предаст огню, как сириян с ристемлян и тириан. Огнем называют сирийское воинство. Подобно огню все истребляют. Да вероятные действительно употребляли они, сделая огонь, выжидая вселения, в пепел обращали, зародаясь и уничтожали. А сказанное «растливость матери» означает неистоство их против самого естества, потому что будучи братом и братом единоутробным, вместе в одной закричавшейся утробе, как любец, не перестает с неистоством восставать на брата, как бы нанося поругание той утробе, в которой оба они заключались. А сие восхитить восхитение грозу свою, значит, отважился на дело ужасное, оставляя себе такое свидетельство. Что же сказали об аммонитянах, а именно, что оказывали им великие долготерпения, хотя во многом многократно они погрешали. Вот упоминает выходом в законном их поступке с Израилем и говорит, так говорит Господь, за три преступления все новом многократно, все четыре не достижились, потому что они рассекали беременных в Галабе, чтобы расширить пределы свои, даже вято соседство с Галадитянами и поступая с ними жестоко и бессиловечно, не только омерщвляли мужей, но истребляли не родившихся еще, убивая насящих в отрыве, чтобы по уменьшению числа израильтян воспользоваться им плодами земли, возделываемой израильтянами. За это-то и заполю огонь в стенах равую и пожрет чертоги ее среди крита в день брани свихрем в день бури и пойдет царь их в плен он и князья его вместе с ним говорит господь. Здесь ясно дал видеть, что в угрозах другим назвал огнем импреса теперь в день брани. Угрожает же тем, что вместе с жителями Равафа и Чтима им идол будет пленен, потому что мелхом ложный бог аманитян не силов был не только жрецов и князей, но и себя самого избавить от плена. Равафа называется главный город аманитян ныне в Аравии на еленском языке именуется он Силодельфия, а на сирском Аман. Глава вторая Амоса Угрожает же Бог тем же ратным огнем и Мааву и говорит, что вместе с народом предашь гибель и князей, потому что сверх многих нечестивых дел своих весьма зверски поступили они с царем Эдумейским. В тот раз, как пришел он на помощь царю Израильскому, а ведь они заманили его наконец в засаду и взяв плен принесли в жертв идолам своим и до тех пор разжигали костер, пока все кости не обратились в пепел. Так, окончив предречение об иноплеменниках, пророк обращает пророческое слово к народу Божию и прежде всего выставляет на вид беззакония колено Иудина. Так говорит Господь за три преступления Иуда и за четыре не пощежу его, потому что отвергли закон Господь и постановление его не сохранили и идолы лишь, след которых ходили отцы их, совратили их в пути. И пошли огонь на Иуду и пожрет чертоги Иерусалима. Иуда Иерусалим предам ратному огню, потому что совершенно пренебрегли моими узаконениями и продолжали служить рукотворенным Иудовим. Их разумеет порог под словом суетная. Последуя в этом жалкому образу мысли отцов. Долго терпел я, говорит Бог, нечестие это, но не окажу более обычного долготерпения. После всего обращает речь к десяти коленам и говорит, что им не будет уже оказывать долготерпения. Так говорит Господь за три преступления Израиля и за четыре не пощежу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жажду, чтобы прав земной был на голове бедных и путь кротко извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. И они, говорит, имея в виду подарки, продавали праведного и служа гнусному корыстолюбию не отказывались брать даже обувь. Эту последнюю потребность для человека оставляя без защиты обиженных, притесняя бедных и не принимая оправдания от незнатных. А сверх того, живя непотребно, подобно бессловесным, входили непозволенные связи с женами друг друга. Так что сын не удерживался от общения с отцовой наложницей, отец не хранил неприкосновенным сыновнего ложа, отчего в слюкнут пришли права природы. И не ясными уже стали имена родства. И делали они это, говорит пророк, чтобы бесславить святое имя мое. Потому что живущие по соседству на племеннике, узнав это, подвигли язык на бога всяческих, или как узаконившего подобные дела, или как терпящего беззакония народа. К тому же на одеждах взятых в залог возлежат присяком жертвенники, и вино выжискиваемое с обвиненных пьют в доме богов своих. Ибо и храму Божию не воздавали подобающего честования, но делая в нем шатры из одежды, передобытой неправдой вино, они хотели привести себе на память, на мысль, что «Я истребил перед лицом Ихамарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб, я истребил плод его вверху и корни его внизу». Это сказал Бог в переносном смысле, показывая великий рост и силу тогдашних людей. И постные великим Моисеем с Агидатой говорили, вот род инаков, потомки исполинов мужи превысокие были перед нами, мы были перед ними как саранча, число 13-33. Поэтому Бог всячески сказывает, сколько великоворослым и сильным людям преодолели вы скольких людей не своей силою, ибо возможно ли это было вам, которые одним слухом приведены были в робость и покушались возвратиться в Египет. Напротив того я исторка Мария с корнем, корнями же называет отцов, а плодом детей. Но вам, говорит Бог, необходимо напомянуть о благодеяниях прежде этого бывших. Я освободил вас от египетского рабства, в продолжении сорока лет питал в пустыне и некоторых из вас подобил пророческой благодати, а некоторых поставил священниками. Ибо сказано, из сыновей ваших я избирал в пророки, из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь. потом так, как сказано, несомненно вопрошает «Не так ли?» Изобличите, если сказано находите что ложное, но это невозможно, потому что и вы знаете, сколько истинно сие исчисления благодеяний, вопреки которым всегда вы поступали. Вы не только небоязненно нарушаете мои законы, но и вы Назареев по нелевиному пророкам приказывали, говоря, «Не пророчествуйте!» Уча, что благоугождение мне бесполезно, и посылаемым мною пророкам воспрещали предсказывать, что было им павильона, находя, вероятно, несносным для себя и самый голос мой. «Вот я предавлю вас, как давит колесница нагруженная снопами, и упроворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, говорит Господь, «Такое бремя наказания наложу на вас, что будете сетовать и стенать, как скрипит полное кладе, обремененное ей колесница, когда влекут ее. Во время этих постигающих вас бедствий самый скоротекущий не найдет спасения в бедствии. Мужественный не будет иметь духа мужеству, не стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. Не положится на свое искусство и конник, употребляя в содействии скорость коня, не воспользуется спасением. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь, потому что в научении ваше наведу на вас пагубу эту и полагающуюся на естественные преимущества или на искусство, придам на убиение, а которое лишены всего этого и не имеет ни богатства, ни крепости, ни искусства, но от всего обнажены, тем дам способ спастись бегством и остаться здравыми и невредимыми. Глава третья книга пророка Амоса Слышите слово сие говорит Господь, который изрек на вас сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли Египетской, говоря только вас призвал я из тех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваших.